МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не отталкивай его руку, а в ответ протянет. Завет. Договор между Богом и человеком. О чем и как они договорились. Завет. Мы услышим строки Евангелия от Матфея, которые сегодня звучат во всех православных храмах мира. И не только услышим, но и увидим. Мы прикоснемся к миру Нового Завета. Отец Валерий, это удивительная история о том, как Христос буквально являет чудо, и когда Он идет по воде. И не только Он. Петр тоже к нему пошел. Но потом начинает тонуть. Ну, давайте прочтем. И тот час понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И выйди из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался. И, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно Ты, Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю генисарецкую. Иван, вот вернемся к строкам Евангелия от Матфея. «И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустил народ. И, отпустив народ, взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один». Вот почему так происходит? Для чего он отпускает народ? Для чего ему нужна вот такая уединенная молитва? «Ну, мне кажется, каждый человек, который имеет какой-то опыт серьезной келейной молитвы, не любит, когда при этом присутствует кто-то еще. Да, у нас есть опыт соборной молитвы, храмовой молитвы, богослужебной молитвы, но есть опыт и келейной молитвы. И келейная молитва на то и келейная, что предполагается, что человек здесь как бы один на один с Богом. Вот, наверное, именно поэтому Христос отпускает своих учеников, потом отпускает народ. Он хотел провести какое-то достаточно длительное время в уединенной сосредоточенной молитве, как это иной раз хочется сделать и всем нам. Ну, я во всяком случае на это надеюсь. Ну, вот если мы говорим про нас, вот, понятно, мы читаем Псалтирь, мы читаем молитвы, которые обращены к Богу. Но Христос, Он и есть Бог. И вот кому Он может молиться? И зачем? Ведь если Ему нужно явить чудо, Он только для людей говорил какие-то слова, там, выйди вон, Лазарь, Лазарь выходил. Хотя Он мог и молча это сделать, потому что Он Бог. Тогда кому Он молится? Это один из очень сложных вопросов христианской православной догматики. Мы веруем, что Христос – совершенный, истинный Бог и совершенный, истинный человек. Совершенный, то есть, всецело человек. И точно так же всецело Бог. И нам, конечно, очень трудно представить, да, наверное, просто невозможно представить, как одна личность, во Христе не было никакого раздвоения личности, но, тем не менее, как одна личность может одновременно быть всецело Богом и всецело человеком. И, соответственно, как эта самая единая личность может по человеческому естеству нуждаться в пище, в питье, в общении, в том числе и в главном общении для любого тварного существа, в общении со своим Творцом, то есть в молитве. Но при этом, не переставая ни на секунду быть истинным Богом, не нуждаться одновременно во всем этом. Мне кажется, что поскольку ни у кого из нас нету такого опыта быть одновременно Богом и человеком, мы никогда не сможем проникнуть в эту глубину психологии Бога-человека. Слишком уж она уникальна. Христос один, и никто в этом смысле ему подобиться не может. Христос восходит на гору помолиться наедине. А что нам известно о молитве Спасителя? Послушаем Сергея Комарова. В Новом Завете неоднократно упоминается молитва Иисуса Христа. Кому же Он молился, если Он Бог? Христос молился Богу Отцу, как человек. Во Христе соединились две природы – божественная и человеческая. Христос любил молиться в пустынных местах, в полном одиночестве. Так у евангелиста Марка о Христе читаем, «Утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». У евангелиста Луки он уходил в пустынные места и молился. Как и все иудеи того времени, Христос практиковал домашние молитвы, молитвы в храме и синагогальные молитвы. Он использовал принятые в то время молитвенные жесты и позы, например, коленопреклонение и падение на землю, возведение очей к небу. Иисус любил ночную молитву. В Евангелии от Луки читаем, «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Иногда Христос произносит молитву для удостоверения иудеев, что он послан отцом. Так, перед воскрешением Лазаря, Иисус возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал себе для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». В Гефсиманском саду накануне крестных страданий Христос молился так, что с лица его падали на землю капли кровавого пота. Врачи называют это состояние гемогидрозом. Вызывается оно кровоизлиянием небольших кровеносных сосудов в потовые железы. Такое случается в результате чрезвычайного эмоционального стресса. В Гефсимании Христос помолился три раза. Первый. «Отче мой, если, возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты». Второй и третий. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Идя в Гефсиманию, Христос перед переходом потока Кедронского произнес вслух учеников своих торжественную молитву к Богу Отцу. Эта молитва называется первосвященнической, так как в ней Господь молится Богу Отцу, как великий архиерей, сам себя приносящий в жертву. Однажды Бог Отец вслух ответил на молитву Христа. «Отче, прославь имя Твое!» – молился Христос. «Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю», – пишет евангелист. Окружающие Христа люди приняли этот голос за гром или за голос ангел. Господь молился даже на кресте. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», – просил он за своих распинателей. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Так выразил Христос страшное состояние богооставленности, которое он добровольно принял на себя ради нашего спасения. И последние слова Спасителя. «Отче, в руки Твои предаю Дух мой». И вот пока Спаситель находится в молитве, ученики его в лодке дожидаются. Как это все было? А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Отец Валерий, а что это за символы такие? Ну, лодка посередине Генесарецкого моря. Там, кстати, море действительно в течение дня меняется такая погода, и поэтому иногда вот неожиданно находят ветры, такие бури, волнения. И это образ нашего моря жизни, волнующегося моря жизни. И лодка, ну, конечно, лодка для нас прежде всего ладья спасения, как церковь Божия, которая преодолевает... Да, как вновь ковчег, и вообще вот как ладья, который преодолевает бушующее море жизни. И иногда со всех сторон вот такие поднимаются вот эти морские валуны, да, пенится, бушует все вокруг. Кажется, что это тебя просто похоронят в какой-то пучине. И мы подобны апостолам, которые переживают, тревожатся и вспоминаем о Христе. Но что ученики-то говорят, когда его видят? И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. То есть для них это тоже, мягко скажем, было необычно, когда кто-то к ним идет по воде. Ну, это для любого человека, наверное, было бы совершенно необычно, когда по воде Акипоску к тебе кто-то идет. Они действительно испугались, это вполне понятная человеческая реакция. И дальше было естественное рассуждение, если что-то или кто-то идет по воде и не тонет, значит, это призрак, бесплотный дух. Ну, а привидений, в общем, положено бояться. Ну, и дальше Христос уже их успокаивает. Но Иисус в тот час заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди и выйди из лодки. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Отец Валерий, давайте пройдем с вами к макету лодки. И Петр выходит из нее и идет по воде. То есть неужто мы тоже на такое способны? Нет, мы не способны. Почему? И Петр тоже не был способен. Но у него был такой порыв веры, горячей веры во Христа, что он сказал, что вот, Господи, если ты, то давай вот я тоже повторю. То есть мы же твои ученики, мы за тобой следуем. Раз ты идешь по воде, значит, и ученики твои могут так же. И Спаситель действительно от своей силы передает вот этот дар, дар божественный, потому что божественный дар, в чем, Господь над всем миром царствует. И поэтому никакие стихии, они не властны над Богом. И те люди, которые приобщаются к Богу, они тоже обретают вот этот божественный дар преодолевать силу окружающих стихий. И вот Петр идет, потому что это было дано ему божественной благодатью. Ну вот на иконе принято изображать именно этот момент. Не когда Петр идет, но когда Петр уже начинает тонуть. Почему вот то чудо, которое вот только что происходило, работало, вдруг отступает? Так потому что Петр внутренне разорвал свою связь с Господом через маловерие. То есть он утратил веру, а вера – это наша связь с Богом. И когда мы веруем в Господа, то мы свое сердце открываем навстречу Господу. А когда мы утрачиваем веру, то мы все, мы прерываем связь. А утрачиваем через что? Через страхи. Страхи – это признак маловерия. И поэтому если ты допускаешь какие-то вот страхи, думаешь, что там случится, у тебя внутри целое такое смятение, буря, то понятно, что ты уже перестаешь молиться, ты уже забываешь о Боге и как бы в стороне уже от божественных даров. И поэтому Господь тебе попускает как бы, ну вот остаться в твоей человеческой немощи. И вот это и произошло с Петром. А что делает Иисус в тот момент, когда Петр начинает тонуть? Иисус в тот час простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ну получается Иисус просто его втянул, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истина ты сын Божий. И переправившись, прибыли в землю генесарецкую. Вот поговорим о вере. Иван, вот какие упоминания есть на страницах Священного Писания? Если будет вера ваша с горчичное зерно, и вот кто еще не запомнил и не знает, как оно выглядит, вот, это и есть горчичное зернышко, совсем-совсем маленькое. Мы привыкли больше видеть уже перемолотую в горчицу, там к сосискам добавлять, но выглядит изначально вот так. И когда Мария Магдалина приходит к Тиберию, у нее же в руках яйцо, и говорит, если Христос воскрес, то яйцо покраснеет, и яйцо становится красным. То есть, что такое вера, и что про нее сказано на страницах Священного Писания? Ну, есть классическое определение апостола. Вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Тут, конечно, лучше читать греческий текст или хотя бы церковнославянский, потому что в церковнославянском неуверенность, а обличение вещей невидимых. То есть, то, что обычному взгляду невидимо, через веру обретает, как бы, свой облик. Ну, говоря светским языком, вера – это согласие с чем-либо, без настолько же достаточных оснований, насколько они достаточны, когда мы доказываем какую-нибудь математическую теорему или какой-нибудь физический закон. Ну, например, я верю, что мой друг меня не подведет. Можно ли сказать, что у меня нет никаких оснований так считать? Да нет, у меня есть опыт долгого общения с этим человеком. И из этого опыта я делаю вывод, что раз он раньше меня не подводил, то и теперь не подведет. Означает ли это, что действительно ни при каких условиях вдруг меня не подведет? Нет, не означает. В конце концов, всякое может случиться. Кстати, очень важный аспект веры – это еще и доверие. Недаром в русском языке это однокоренные слова. Верить означает доверять. В данном случае доверять Богу. Что укрепляет нашу веру и что такое вера? Послушаем профессора Алексея Ильича Осипова. Я верующий. Что такое я верующий? Я даже в одном университете, когда меня спросили, что такое вера, то я человек немножко ненормальный же. Как завопил пожар. Все вздрогнули студенты, молодежь сидит. Я говорю, что? Не поверили? А если бы поверили, сейчас бы все эти двери и окна вылетели вместе с вами. Все бы выскочили. Теперь поняли, что такое вера? Слышите, что такое вера? Оказывается, это действие. Это не пассивное восприятие информации о чём-то. Это просто некие рациональные познания. А вера – это движущая огромная сила. Если я верю, что пожар, я тут же в первую попавшуюся дверь выскочу или в окно. Но вот что такое вера. Екатерина, вот вы же выросли, как я помню, как я понимаю, в семье атеистической. То есть вы не были с детства крещены. И вот этот путь, он был очень трудным через испытания, через падение к Богу. Да, мне бы хотелось начать свою историю с того, что я действительно выросла в семье атеистов. В семье, где было нормальным верить в разного рода приметы, в гадания. То есть я росла в 90-е годы. И это было, наверное, модным. И все в это свято верили. У нас в семье было принято, считалось нормальным, так скажем, физические какие-то наказания. Например, получала плохую оценку, я вставала на коленочки и молилась. Ну, чтобы меня отец не избил. Простите, пожалуйста. Ну, и Господь помогал мне. Ну, потом начался подростковый период. О Боге я, конечно же, забыла. Забыла о молитве. В мою жизнь вошли люди какие-то сомнительные, плохие, которые влияли на меня плохо. Я попробовала, попробовала алкоголь. Мне понравилось. Я начала курить. Я начала пропускать уроки. Я начала врать. Вела себя откровенно плохо. Ну, и так, собственно, продолжался мой подростковый путь. Родители просто не знали, что со мной делать, как мне помочь. И по совету либо знакомой, либо родственника. Я уже сейчас этого не помню. Но суть в том, что посоветовали обратиться к целительнице. И мои родители... Чтобы поведение исправилось, да? Да, чтобы мое поведение исправить, чтобы я стала хорошей, чтобы моя судьба как-то изменилась, чтобы в конечном итоге это все привело к чему-то доброму. И что сделала целительница? Целительница посоветовала моим родителям кормить меня с землей из кладбища целый год. Подсыпать мне в чай и в еду. А вы знали, что это подсыпает? Да, я подслушала. Я случайно, точнее, услышала разговор своих родителей на кухне, что они, собственно, собираются со мной делать и к чему это приведет. Но мне не казалось это чем-то таким страшным. Ну, хотите, делайте, но что... Вам виднее в родителе. Вот, ну, собственно, все это и произошло. Я принимала эту землю в еде, в чае и так далее. Родители ждали, может быть, каких-то улучшений в моей жизни, но этого не произошло. Становилось все только хуже. Потом каким-то образом я вспомнила свое детство, что есть кто-то любящий, кто может мне помочь. Потому что помочь мне никто не мог. Ни мои сверстники, ни родители, никто. Я пришла в храм. На 18-м году жизни. Так, побитая собака. Я стояла, ну, я не знала, куда встать, что делать. Я просто стояла. Сейчас я понимаю, что Господь мне в этот момент подал свою руку. Потому что каким-то удивительным образом... Я не помню всех обстоятельств, но я попала в крестный ход великорецкий. Я ушла на пять дней в крестный ход. В крестном ходу я молилась своими словами, как могла, чтобы Господь даровал мне мужа. Я хотела выйти замуж. Уйти от родителей. Ну, как-то начать новую жизнь. Крестный ход закончился 6 июня. 12 июня, ровно через 6 дней, я встретила очень хорошего человека. Из очень хорошей семьи. Уже будущего своего мужа. Но как такового воцерковления, прихода по-настоящему к Богу у меня не произошло. Я вышла замуж. На тот момент мне казалось, что все хорошо, мы счастливы. Все прекрасно. Я забеременела. У меня начался сильный токсикоз. Я попала в больницу. Лежала 10 дней под капельницами, но токсикоз не проходил. Я похудела на 15 килограмм. Мне было очень тяжело. Я не могла даже передвигаться. И я по своему малодушию, саможалению попросила сделать мне аборт. Я убила своего ребенка. Никому об этом не сказав. Ну, я имею в виду своим родственникам. Тогда мне не казалось это страшным преступлением каким-то. Я себя очень жалела, оправдывала тем, что мне плохо. Все еще будет. Все будет хорошо. Я не хочу страдать. Сейчас я уже понимаю, что Господь меня миловал тогда. Без покаяния Он меня простил, так как даровал мне двоих здоровых детей после этого. Двоих замечательных здоровых детей. И мы этого не ценили с мужем. Для нас было за счастье отдать детей бабушкам и уйти куда-то гулять. По ресторанам, по кабакам. Нам было интересно тусовки компании. Было интересно все, кроме семейных ценностей. И в какой-то момент мой ребенок заболел, младший сын. Ему поставили под вопросом астму. Сейчас я понимаю, что дело было в нас. То есть Господь как-то же... Нужно было ему достучаться до меня, до нас, чтобы мы остановились. Но мы не остановились. Ну, так, собственно, и продолжали свою жизнь. Вели греховный образ жизни. Устроение было полностью бесовское. Вот. Пока, в конечном счете, семья не затрещала по швам. Мы начали ругаться между собой. Тогда у меня появилась воцерковленная подруга. И она дала мне номер батюшки. И говорит, иди в храм. Больше тебе никто не сможет помочь. Я прибежала в храм. Меня встретил насельник мужского монастыря, отец Алипий. И я прибежала в истерике. Я начала... Я даже не могла ни одного слова ему сказать. Я не знаю, как он принял эту исповедь. Я не сказала ни слова внятного. Но сейчас я понимаю, что исповедь все-таки произошла. И ко мне пришло настоящее покаяние. Как-то резко, что ли. Я раскаялась за всю свою жизнь, начиная с юношеского возраста. Я вспомнила все. Но не могла это произнести. Исповедь была долгая. Потом, выйдя из храма, я испытала радость, которую я никогда в жизни не испытывала. Никогда. Мне не приносило ничего такую радость. Ни материальное благополучие, ни какое-то веселье с компанией пьяной. Никогда такой радости я не испытывала. Я поехала домой на троллейбусе, и мне казались все люди очень красивыми и добрыми. Мне даже показалось, что я хочу обнять каждого. С того самого момента в моей жизни произошло изменение. Господь меня преобразил. И потом уже произошло тоже честным образом, насколько я знаю, и выцерковление мужа. Через год выцерковился мой абсолютный атеист муж. Он пришел в храм. Да, покаялся. Вот это и есть тот момент, о котором мы сегодня читаем отец Валерий. О том, что Христос протягивает руку. Только, если позволите, я очень благодарен Екатерине за эту историю. Потому что это вот то, что происходит вокруг. Там 90% людей переживает вот это и даже сами не отдают отчета, что они делают. Вот первый момент. Если ребенок занимается и тем, что пьет, и блуд, и вот сложный подросток, что делать? Тут же очевидно, что когда нет Бога, то все начинает заваливаться. В семье, в личных отношениях, в воспитании детей. И когда нет единения с Господом, и, видимо, друг с другом как-то у родителей с детьми не очень было выстроено. То есть, видимо, может быть, не хватало взаимного доверия какого-то, то все начинало заваливаться. И дьявол поступал со своими искушениями. И были, видимо, страхи. Вот эти страхи, то, что строгий отец тут он накажет. И захотелось как-то найти путь свободы, а свобода была понята немножко не так. И только когда, вернувшись в последствии уже к Богу, точнее, придя к Богу, тогда и можно было обрести подлинную истинную свободу. Про аборт. Вот Господь прощает аборты. Вот Вы же сказали, что теперь двое детей. Абсолютно здоровых даровал детей. И по грехам нашим ребенок младше заболел. Но это виноваты мы. Господь же Он любовь. И Он, конечно, хочет, чтобы люди были причастны благу, причастны радости. И, конечно, есть такие грехи, которые оставляют некий отпечаток на всю жизнь. Ну и в том числе и как грех аборта, как убиение потому что живого человека и своего собственного ребенка. Но за покаяние и этот грех Господь прощает. И кающемуся человеку Господь тоже подает свое благословение на рождение следующих детей. Да, в этом случае, в первом случае, ну не устоял по неразумию своему, по глупости человек. Но Господь подает ему все равно детей, вот все-таки воспитая. Покажи себя как мама, покажи себя как добрый родитель. И через это уже Господь дает возможность исправить свой жизненный путь. Поэтому милость Божия, она, конечно, превозмогает и превышает наши человеческие прегрешения. Вот история, это вот тут верно, все как у всех, все как у людей, все как у всех. Все как тонем, ну и все тонем, как и Петр тонем. Вот это Евангелие тоже на глазах открывается. И Христос каждому протягивает руку. Почему один берет, другой не берет? Вот даже когда там утопаешь, вот сюда руку Христа прямо. Уйди, уйди от меня. По гордости мы отвергаем Бога. Мы думаем, что мы сами справимся, что мы сами выплывем. И обращаемся там то к целителям, каким-то экстрасенсам, то там еще непонятно кому. Ищем какие-то свои окольные пути, думая выстроить свое будущее. А ничего не получается. Рушится. Почему? Потому что нет самого главного. А самое главное – это Господь Бог, который семью укрепит и восстановит отношения с детьми или с родителями. И принесет тебе настоящую свободу и настоящую радость. И вот протянешь или не протянешь руку – это уже всецело в твоей власти. Вот в чем дело. Это наша самовласть, и человек сотворен со свободной волей. Но протянет или не протянет он руку – от этого уже определяется, спасется он или действительно погибнет. И вот последнее, что прокомментировать. Вот была исповедь. И вот те вещи, которые вы сказали, люди порой даже священнику боятся произнести. А насколько это важно? Насколько ты можешь просто изменить, преобразить? Я скажу самое главное, что основное – это просто прийти, не побояться. Человека часто останавливает перед исповедью личный страх, что не могу, боюсь рассказать, как я это озвучу перед лицом священника. А самое главное – ты просто дойди до священника, потому что он же служитель Божий, и он хочет, чтобы люди были с Богом. А Господь о чем говорит? О том, что у ангелов на небесах радости больше об одном грешнике, кающемся, нежели целых сонмах праведников, которые не нуждаются в покаянии. И поэтому получается, что когда человек кается, то ангелы радуются на небесах. И ангелы такого человека обнимают и делятся с ним своей вот этой небесной ангельской радостью. Поэтому после исповеди действительно в сердце радость, в сердце легкость. И другие люди тоже кажутся такими красивыми, милыми, хочется всех обнять, расцеловать, потому что Божья благодать прикоснулась. Самое главное – не бойся, приходи, раскрой свое сердце, даже в самых простых каких-то словах исповедуйся. И Господь тебе рай подаст уже сейчас здесь. А рай, он в любви, в небесной любви проявляется. И любовь, и простор сердца, свобода, радость – это все преобразит твою душу. Ну вот это нам и рассказывает о том, что Евангелие не тогда происходило где-то там далеко. Оно здесь разворачивается у нас на глазах. Иван, вот из истории о том, как Петр пытается идти за Христом по воде, падает, но Христос протягивает ему руку. И потом уже вместе они садятся в лодку и прибывают в землю генесаретскую на этой лодке. Что главное мы выносим? Важнее, наверное, для нас сейчас то, что вот этот вот эпизод с утопающим апостолом Петром, который всего лишь навсего секунду назад шел по водам ко Христу, это то, что происходит в те или иные моменты жизни с каждым из нас. Мы все в какие-то моменты нашей жизни, я надеюсь, принимаем решение следовать за Христом, делать то, что говорит Христос, в том числе и даже то, что по человеческому разумению кажется невозможным. Вот в укрепляющем нас Боге мы понимаем, что мы все можем и поэтому готовы на любые подвиги. Но потом в какой-то момент наступает нерешительность, страх, боязливость, маловерие. И понятное дело, что вот эта вот житейская буря нас начинает захлестывать и топить. Мы начинаем тонуть. Но вот в этот момент, как апостолу Петру Христос протянул руку помощи, так он это делает и с каждым из нас. Другое дело, что не всегда мы понимаем и видим эту протянутую руку, но она всегда есть. И вот об этом нужно помнить. Христос не оставляет нас даже тогда, когда мы по нашему маловерию начинаем тонуть. Если мы все-таки хоть какую-то частицу веры в себе храним, Христос нам всегда поможет и никогда нас не оставит. В этом наша надежда. Ну вот эту надежду мы продолжим раскрывать, читая Писание сегодняшнего дня. Прочтем апостола и продолжим. Мы услышим строки послания апостола Павла к Коринфянам, которые сегодня звучат во всех православных храмах мира. Отец Валерий, прочтем их. Ибо мы – соработники у Бога, а вы – Божия Нива, Божие строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании и золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы. Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. И вот что пишет апостол Павел в Коринф. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья Нива, Божие строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. А что значит апостолы-соработники у Бога? Ну, ведь весть, благую весть, евангельскую весть, не ангелы с неба распространяли, разбрасывая свитки с Евангелием, а вполне себе живые и даже, можно сказать, обыкновенные люди, но вот избранные и призванные Христом, шли и распространяли эту благую весть по всему тогдашнему, как бы мы сейчас сказали, цивилизованному миру. Ведь апостолы, мы знаем это из предания действительно, обошли всю Вселенную, не в смысле, что они были и в Северной и Южной Америке, и в Австралии. Под Вселенной тогда имелся в виду тот мир, в котором жили более-менее цивилизованные люди, которые, ну, с грехом пополам. Это империя. С грехом пополам могли объясниться друг с другом на языке тогдашнего международного общения, на портовом древнегреческом. Так вот, всю Вселенную, которая отвечала этим критериям апостола, действительно обошли. И в этом смысле они, будучи основателями церковно-христианских общин по всему тогдашнему Средиземноморью, действительно являлись сработниками у Бога. Это совершенно справедливая автохарактеристика апостола Павла. Кстати, к нему, наверное, она относится в наибольшей степени, потому что, наверное, по числу христианских общин, основанных его трудами, с ним мало кто из апостолов может сравниться. Ну, а сегодня слово «благое» проповедуется и делом. Это тоже говоря о сработничестве. Саша, мы говорим о добровольцах. Вот что тебя побуждает, заставляет, когда была там пандемия, ходить в красные зоны, в палаты, ну, где люди-то были, по сути дела, брошены. Ведь кого они видели, кроме медсестер, которые забежали и ушли, а волонтеры – это вот те, на кого и была опора. Ну, начну с того, что, когда ты помогаешь, ты испытываешь сам какое-то невероятное счастье, радость, и хочется жить, летать, всех обнимать. Есть такая фраза, цитата «Быть счастливым счастьем других – есть настоящее счастье». И как-то со мной вот эта цитата. А замечаешь? Ну, ты же, наверное, как никто замечаешь. Чем больше отдаёшь, тем больше получаешь. Да, очень много получаешь. Но одно дело, когда ты просто доброволец, волонтер, просто помогаешь, да, там, сколько там, полчаса времени, час своего личного времени. Пришёл, помог и ушёл. А вот другой вопрос, когда ты становишься организатором добрых дел. Кому надо помочь, как организовать помощь, где найти эту помощь, чем помочь со всех сторон. И вот здесь ты очень счастлива от того, что, когда получается итог, ты очень счастлива от того, что удалось кому-то помочь. Но здесь есть минусы, потому что очень огромное количество есть искушений, нападок со стороны. Каких? Последнее, то, что я столкнулась, очень много говорили неприятных вещей о добровольцах. Вот, а зачем вы это делаете? Вы такие, ну, только люди ненормальные могут просто так безвозмездно, ничего, бесплатно помогать. Вообще, как верующий человек, это же ненормальный человек. Это же просто... Саша, ну, это так, когда есть... Если уж говорить, что нормальность, что это там, то тогда лучше быть ненормальным, вы же меня простите. Есть, это часть людей, которые принимают, сами идут, помогают, есть кто-то в стороне. Есть те, которые вот как раз-таки говорят о том, что, ребят, вы ненормальные, зачем вы тратите свое время, идете безвозмездно помогать, это никому не нужно, займитесь своей личной жизнью и вот так далее. У меня было руководство, которое не принимало вообще, что есть волонтерское движение, и, соответственно, всяческими различными способами делали так, чтобы я как-нибудь страдала и переживала за это. Слово «соработник». И нам часто припоминают раб Божий, вот однокоренное. Вот кто такой раб Божий? Давайте послушаем. Дело в том, что рабство – это может быть понято как духовная реальность. А именно, в послании к римлянам апостол Павел пишет, что «освободившись от греха, вы стали рабами праведности». То есть человек поработил себя, слово «раб» – однокоренное слово «работа». То есть ты кому себя поработил, тому ты и раб. Значит, кто кем пленен, кто кем покорен, тот тому и раб. Если поработило тебя, например, стяжательство, ты будешь бегать, как заведенный, значит, за лишней копейкой, значит, ты будешь рабом этого занятия. Если ты, например, рабствуешь у другой какой-нибудь прихоти-похоти или какой-нибудь хобби даже, у рыбак, например. Невинная вещь, например, но это и власть над человеком. У него все интересы, там, новая блесна, новые крючки, новая наживка. Ни свет ни заря утром проснуться на себя, одеть там какие-то ботфорты и пойти на какую-то речку-вонючку, чтобы ничего не поймать, но просто посидеть. Это, если угодно, невинная форма рабства. Но и здесь есть зависимость. Есть зависимость, значит, есть некая работа, совершаемая в пользу зависимости. Раб Божий – это не оскорбительный титул. Если Павел мог, положивши на больного человека перевязи свои, которыми стягивал голову от головных болей, исцелять больных. Если тень апостола Петра, проходившего мимо больных, исцеляла их, они поднимались. Если эти люди были настолько сильны и свободны, и они при этом не стыдятся называть себя рабами Бога и апостолами Господа Иисуса Христа, то и мы с вами грешные, подписываясь или говоря о себе, говорят, раб Божий. Ну вот, когда мы говорили про поле брани, это про то, что где есть доброе дело, где что-то человек пытается сделать, туда вот прям лукаво и влезает. Вот прям там все надо порушить. Вот, кстати говоря, про основание. Главное, чтобы все на правильном основании строилось, о чем и писал апостол Павел. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Кстати, Валерий, можем с вами это обсудить как раз вот на почти живых примерах. Про золото нам тоже есть что сказать. Ну, я не знаю, догадываетесь вы или нет, что это не настоящее золото. Но настоящее нам никто не доверит, как говорится. Вот, есть серебро, которым пишет апостол Павел, драгоценные камни. Речь идет про солому и про... И про сено. И про сено, да. Сено и солома. Сено и солома, как у нас на Руси было. Что это значит все? Это значит, что люди по-разному ведут себя, разные дела, разные действия, разные мысли, разные проявления, и пред Богом все имеет, соответственно, тоже разную ценность. Вот если посмотрим, как святые отцы толкуют слова апостола Павла, допустим, преподобный Максим Исповедник, у него прям возвышенные толкования, такие же золото, золото, это что? Это образ, это символ самых высоких духовных плодов, которые принес человек. То есть тех людей, которые достигли созерцания Бога. И волклы, кстати говоря, приносили золото. Да, ну, там они приносят Христу как Царю, да, потому что Христос и есть Царь Небесный. А вот те, кто сподобились созерцать Христа как Небесного Царя, они обретают вот это вот золото, добродетель Бога созерцания. А серебро – это праведная жизнь, праведная, чистая, праведная жизнь, которую ведет человек на своем земном пути. Драгоценные камни – это благочестивые мысли, которые очень ценны пред Богом. И вообще в добродетели, любовь, милосердие, кротость, смирение, долготерпение – это все то, что драгоценно пред Богом. И оно сохранится, потому что в огне это все сохранится. А вот если кто-то, как сено солому, да, а это что, или там дерево еще упоминается, то есть чувственная такая вот приземленная жизнь, приверженная к земле, сухая солома или сено, как нечто тленное, то это все сгорит и не останется даже следа. И таковыми являются что, какие-то греховные, порочные мысли людей. Вот основа, дом, если построить из шалашка. Ну это как ниф-ниф или нуф-нуф, да, ветер дунет, такой домик тут же развалится, не выдержит веяние ветра бурного. А нужно основывать на камне и строить тоже из камней. И поэтому вот эти слова апостола Павла, они образ строительства христианской жизни. Что мы должны созидать? Добродетели. Потому что добродетели цены пред Богом, и они сохранятся в душе человеческой вечности. А если ты жил сребролюбием, своекорыстием, эгоизмом, стремился заработать какой-то просто земной авторитет в глазах людей, а внутри не имел ни чистоты, ни любви, ни милосердия, то судный день, вот как огонь, он попалит все то, ради чего ты жил, и ты останешься совершенно вот ногой. Ну и вот продолжая то, о чем пишет апостол Павел, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Вернемся к нашим гостям. Иван, и этот образ про храм Божий, ведь Спаситель использовал, когда говорил, вы разрушите храм Божий, а я его воздвигну. То есть и не имел он в виду Иерусалимский храм, а имел в виду свое тело. Так и здесь, когда мы обсуждаем храм Божий, вот что имеется в виду? Вот мы видим макет храма Христа Спасителя. Это про него? Нет, это, конечно, не про него, тем более, что таких храмов в те времена христиане не имели, и даже мечтать о них не смели. Дело в том, что, как мы знаем из первых глав послания Коринфянам, одна из главных проблем коринфской христианской общины состояла в том, что в ней были разделения по принципу, кто к какой партии, кто к какому кружку почитателей кого из апостолов или учителей. принадлежит. Апостол Павел пишет об этом в самом начале. Кто-то говорит, я ученик апостола Петра, кто-то говорит, я ученик апостола Павла, я ученик Аполоса, а я вообще ученик Христов. И Павел вынужден жестко напомнить, друзья, не забывайте, что не Павел за вас распялся, и не во имя Павла вы крестились. Здесь же очевидно, что вот эти вот разные учителя несколько, может быть, по-разному расставляли акценты в своей проповеди Благой Вести, а некоторые из них, возможно, и проповедовали не без какой-то задней мысли. Возможно, они хотели получать какие-то дополнительные почести, беря на себя вот этот вот труд проповеди. И здесь апостол Павел жестко им напоминает, и это еще одно толкование, которое другие святые отцы предлагают ко всему этому отрывку, что человек, который дерзает принимать на себя служение проповеди, он несет большую ответственность. И тот, кто проповедует не вполне искренне, не вполне чисто, не вполне правильно, тот может своей проповедью созидать некое здание из сена, из соломы или из дерева. И в итоге это здание не устоит в день суда Божьего, когда уже пред лицом Бога станет очевидно, кто был вполне прав, кто был не вполне прав. И в такой ситуации вот тот проповеднический, апостольский, миссионерский труд, который предпринимал человек не до конца, не вполне искренне, не вполне праведно, он может не принести ему никаких наград от Бога, а наоборот даже заслужить Божие наказание. Потому что если в результате не вполне правильный или по мотивам внутренним проповедника, или по содержанию проповеди кто-то из тех, на кого эта проповедь была направлена, не вполне правильно устроил свою духовную жизнь, то в таком случае вот такой проповедник оказывается повинен вот в этой духовной катастрофе или в том, что человек в результате этой проповеди не достиг тех плодов, которых мог бы достичь, если бы встретил другого проповедника. Так что это очень важное и очень грозное апостольское предостережение для всех, кто несет в церкви учительскую функцию. Это истолкование, разумеется, не отменяет, а скорее дополняет то толкование, о котором вы, отче, говорили, что каждый из нас в течение своей жизни несет определенные труды, и качество этих трудов будет испытано праведным судьей в день суда. Отец Валерий, давайте итог сегодняшней программы подведем. Мы читали Евангелие про Христа и Петра, которые идут по воде. Мы слышали грозные слова апостола Павла, направленные в Каринф. Почему это адресовано и нам сегодня? Чтобы мы духовно не расслаблялись, потому что наша жизнь как бушующее море. И иногда Господь явит какое-то чудо, и ты идешь, а потом вдруг внутри теряешь веру, начинаешь пугаться и утопаешь. Но в конечном итоге, в конечном итоге, все равно Христос протягивает руку. Все равно Он не даст тебе утонуть. Самое главное, ты не отталкивай Его руку, а в ответ протяни свою руку, чтобы Господь вытянул тебя из этого омута, потому что человек в очах Божьих – это чудный, дивный храм, храм Божий. И душа наша, и тело наше предназначено быть храмом Духа Святого. И когда мы это помним, когда мы идем навстречу Господу, то тогда вот и происходит нечто удивительное, что и приведет к спасению. А спасение оно именно в том, что человек осеняет благодать Святого Духа, и такой человек, он уже будучи на земле, приобщается к Царствию Божию. Я благодарю, что мы встретились сегодня, поговорили о Евангелии этого дня, прочли апостола дня, и по традиции мы задаем вопросы нашим зрителям, чтобы закрепить все изученное и прочитанное в нашей программе. Чем полезна общая молитва? Почему апостол Петр начинает тонуть, когда идет ко Христу по воде? И кто такие Божьи соработники? С вами была программа «Завет» – договор Бога и человека.